МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Я вам неоднократно говорила, что летнее время – одно из самых лучших времен для посещения музея. И вот вчера мы говорили о Бруклинском музее, а сегодня мы будем говорить о библиотеке и музее Моргана, где абсолютно новая выставка только что открылась. Советую вам на неё пойти. И, кроме того, там ещё рядом другая выставка, о которой я как-нибудь отдельно поговорю. Но та, о которой я хочу посвятить сегодняшнюю программу, она нам с вами особенно близка и интересна, потому что она связана с русским балетом Сергея Дягилева. Но тут надо очень важную вещь сразу обговорить. На этой выставке и во многих книгах говорят о том, что русский балет Дягилева существовал 20 лет – с 1909 по 1929 годы, пока Дягилев не умер. На самом деле в 1909 году Дягилев организовал просто один, это был 6-й, 7-й, 8-й, 4-й русский сезон. Тогда ещё разговора о русском балете не было. Это был 4-й русский сезон. Как известно, русский сезон он начал делать в 1906 году. Сначала была выставка, только изобразительное искусство. Потом в 1907 году были симфонические концерты. В 1908 году он привёз Шаляпина, то есть там уже опера русская была. И в 1909 он решил, что пора показать русский императорский балет. И в основном участники, те, кто приехал с Дягилевым, это были люди из Мариинского театра. Несколько человек из Большого, но в основном Мариинский, даже Кшесинская собиралась приехать, хотя в последнюю минуту разругалась, обиделась на то, что ей дали не самые главные роли. Там участвовали Тамара Карсавина, Михаил Фокин, это были всё его постановки. Это был павильон Армиды, Сильфиды на музыку Шапена, Клеопатра, в которой впервые появилась на парижской сцене и совершенно всех свела с ума своей экзотической внешностью, Ида Рубинштейн и плавецкие пляски, экзотика. Но это был сезон. В 1910 году это был всё ещё русский сезон, в рамках которого состоялась премьера первого уникального балета Игоря Стравинского «Жар-птица», созданного с хореографией Михаила Фокина и с поразительными совершенно декорациями и костюмами Леона Бакста. Это было уже во многом детище Дягилева и преддверие русского балета. Но официально русский балет появился только в 1911 году и был приписан не к Парижу и не к Лондону, а к Монте-Карло. Монте-Карло стало их базой. Как бы то ни было, я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент из того самого балета «Жар-птица», который, к счастью, более или менее точно восстановили в своё время в Мариинском театре. Это старая запись, где «Жар-птица» исполняет Диана Вишнёва. Поехали. Нет-нет-нет, там надо немножечко прокрутить. Там надо неправильно. Я прошу прощения. Я прошу прощения, а это ошибочка небольшая, потому что надо с восьмой или девятой минуты начать. Я хочу, чтобы мы не оркестр смотрели, а именно балерину Диану Вишнёву и сцену, где она появляется впервые, и её ловит Иван Царевич. Костюмы Бакста тоже восстановлены были. Вот, наконец, этот край. Вот, 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 вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Вишнёву Диана Вишнёву Вырубается. Диана Вишнёву Диана Вишнёву Диана Вишнёву Диана Вишнёву Диана Вишнёву Можете посмотреть всё это на интернете, потому что я должна перейти к выставке. Выставка связана в первую очередь, хотя там очень много фотографий, там очень много картин, гравюр, визуальный ряд очень интересный, бездной информации, она связана вся с русским балетом Дягилева, но импульс к её созданию пришёл от партитур, потому что, как и «Жар птица», и «Петрушка», и «Весна священная», и многие другие балеты разных композиторов не могли бы появиться, если бы не было русского балета Дягилева, если бы эта музыка не была заказана Дягилем, специально написана для его труппы. И теперь мы переходим к главному герою этой выставки, которого там как бы нет, он незримо присутствует, он уже скончался, его звали Роберт Лемон. Те, кто бывает в музее Митрополитен, знают крыло Лемона. Это его коллекция. Он собрал огромное количество выдающихся произведений живописи прикладного искусства. Коллекция началась ещё с его родителей. В 1905 году они начали покупать произведения европейского искусства для того, чтобы украшать свой новый особняк, который до сих пор, кстати, стоит. 7, Вест, 54 улица. Но его родители, его отец, он был одним из крупнейших финансистов. Роберт унаследовал его талант и его деньги, и его коллекцию, но развил это, приумножил. Лемон Брадес, знаменитая финансовая компания, он был её главой, но кроме этого он был замечательным знатоком и настоящим любителем искусства. Не только изобразительного, но и музыкального. И он собирал не только картины, но и рукописи, и письма, и манускрипты композиторов. И когда он думал о том, куда пойдёт его уникальная коллекция, то изобразительное прикладное искусство было завещано музеем Митрополитен, естественно, и там на деньги, опять же, Лемона было построено специальное крыло, куда мы с вами можем приходить и любоваться шедеврами его. Он хотел, чтобы это всё было как будто в комнатах представлено. Но кроме этого, вот кроме этих почти трёх тысяч произведений изобразительного прикладного искусства, коллекция рукописей, в том числе партитура вот этой самой «Жар-птицы», партитура «Петрушки», партитура «Послеполуденного отдыха Фавна», партитура «Рабелевского болеро» и многие другие, которые находились в коллекции, причём написанные от руки самими композиторами, это всё пошло в коллекцию Моргана, потому что музей и библиотека Моргана начиналось как собрание рукописей, писем, партитур и так далее. В общем, вот вокруг каждого из балетов и вокруг партитур этих балетов и оформления этих балетов построена вся эта выставка. Сейчас, я думаю, стоит посмотреть фрагмент из «Петрушки», потому что и «Петрушку» тоже восстановили в хореографии Фокина, но в данном случае это будет Париж, парижское восстановление. А музыка всё того же Стравинского. В данном случае оформление костюма, напомню, бенуа. «Петрушка» Поразительно, даже сегодня все эти балеты смотрятся просто с увлечением. И музыка кажется такой, да, фольклорной, но при этом очень-очень современной. Как бы то ни было, пойдём на выставку. Я хочу показать вам несколько её экспонатов, но, конечно, это очень маленькая доля. Один из главных экспонатов – это вот эта знаменитая гравюра, это эскиз красочный Леона Бакста «Жар птицы» – это вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, очень яркое, очень экспрессивное, которое, к тому же, даёт представление о том, как выглядела настоящая «Жар птица» в оригинале. Пошли дальше. Это обложка каталога. Изумительный, интересный, подробнейший каталог этой выставки, который так вот называется «Балет Рус». Если вы внимательно посмотрите, фотография на обложке тоже знаменита. Это Вацлав Нежинский и его сестра Бронислава в балете на музыку Дубюси «Послеполуденный отдых фавна». Это был балет, который не был заказан Дягилевым. Произведение это симфоническое Дубюси написал давно, до того, как Дягилев обратил на него внимание и заказал ему музыку, а Нежинский был исполнителем главной роли фавна и хореографом. Разворот этого каталога, чтобы показать вам, как много там интересного, это одна из многих-многих страниц. И следующий посвящен Наталье Гончаровой, которая играла очень важную роль в развитии русского балета, потому что она была художником, во-первых, для «Золотого петушка». «Золотой петушок» – это было очень оригинальное такое произведение, еще в 2014 году было сделано, по-моему, или в 2013. Это было сочетание оперы. Оперу исполняли Римского-Корского, но на сцене танцевали на самом деле танцовщики. То есть это балет с оперой или опера с балетом. А Наталья Гончарова писала костюмы и так далее. А вот это ее автопортрет примерно того же времени. Один из замечательных совершенно экспонатов вот этой выставки, которую надо посмотреть вблизи и целиком. Вы будете совершенно потрясены. Следующая фотография покажет нам рисунок, который сделала Наталья Гончарова, когда несколько лет после этого, в 1921 году, будет работать с Брониславой Нижинской над другим произведением Стравинского «Свадебка». И она зарисовала вот эту очень сложную, причудливую хореографию Брониславы Нижинской. А Бронислава Нижинская была еще одним очень важным человеком, очень важной женщиной в судьбе и уникальной в судьбе русского балета. Вот здесь ее фотография, где она запечатлена в роли. Она сама танцует, но она и ставила этот балет Лани. Это одно из последних произведений русского балета. Уже в 20-е годы было сделано, как вы видите по костюмам, уже на вполне современную тему. Это нравы, так сказать, французской ривьеры. Но Нижинская, мы об этом говорили много раз, была по-настоящему революционером в хореографии и ставила одно время для Дягилева. Хотя был момент, когда она от Дягилева просто ушла. Собственно, она уходила от него несколько раз. Пойдем дальше. Это очень интересный рисунок. Вглядитесь в него. Сделанный Михаилом Ларионовым. Михаил Ларионов, как известно, был супруг Натальи Гончаровой. И он тоже участвовал в оформлении некоторых балетов Дягилевской компании. В частности, вместе с Натальей Гончаровой они оформляли спектакль под названием «Русские сказки». А в 1920-е годы он, когда уже Прокофьев оказался тоже в Париже, он написал и предложил Дягилеву балет «Шут». «Сказка про шута, семеря шутов перешутившего». И вот, когда Ларионов работал над оформлением этого балета, он сделал этот рисунок, где мы видим Дягилева. Мы видим, за роялем якобы сидит такой полусгорбленный в очках Прокофьев. И немножко дальше в глубине Стравинский. Худенький, маленький. А вот фотография Дягилева и сравнительно молодого тогда, худого, почти юного Игоря Стравинского. Еще у нас есть несколько фотографий, которые связаны... Вот эта фотография связана с Идой Рубинштейн. Она одна из главных героинь этой выставки. Потому что Ида Рубинштейн здесь, она на картине Бакста в облике Шахерезады. Шахерезада была вторая ее работа, которую привезли уже в 1910 году. Еще не был русский балет, но на русские сезоны. Потому что у Иды была экзотическая внешность. Она была необыкновенно хороша собой. Она происходила из одной из самых богатых в России, в императорской России, еврейских семей. И деньги семейные дали ей возможность, во-первых, получить уникальное художественное образование. Она танцевала, она рисовала. Она была драматической актрисой. Она вообще была женщина, чрезвычайно образованная и очень смелая. Она, например, довольно быстро ушла от Дягилева, потому что она хотела делать то, что она хотела, и создала на семейные деньги свою собственную компанию. Вот тогда Бронислава Нежинская стала ставить для ее компании, для Иды Рубинштейн. И для Иды Рубинштейна они, в частности, поставили балет «Мученичество святого Себастьяна», где Ида Рубинштейн изображала святого Себастьяна в обнаженном виде, или в полуобнаженном виде, и поэтому была проклята епископом парижским, что, в общем, ее особенно не огорчило, как бы то ни было, а Нежинская делала хореографию. Это было на музыку Габриэля Ануцио, то есть по пьесе Габриэля Ануцио, а музыка была Дебюсси. И потом, и эта компания, конечно, была жутким конкурентом Дягилева. Дягилев ее ненавидел. Все время в его дневниках и в письмах мы все время видим всякие обиды на Иду Рубинштейн, которая, естественно, оттягивала к себе потенциального зрителя. Но, с другой стороны, вот эта конкуренция, она вносила оживление в художественную жизнь. Как бы то ни было, там есть несколько замечательных совершенно портретов Ида Рубинштейн, которая пережила фактически всех. Она скончалась, по-моему, в 1969 году, и ее компания тоже довольно долго просуществовала. А следующий экспонат, мне кажется, очень интересный. Я просто не могла от него оторваться. Это автограф Игоря Стравинского на рукописи фортепианной балета «Весна священная». И там написано, сегодня, 17 апреля, в воскресенье, при невыносимой зубной боли закончил музыку «Ле Сакр». «Ле Сакр» – это «Весна священная». «Весеннее жертвоприношение» по-французски. Вот ради таких надписей стоит ходить на такие выставки. И автографов таких там много. Так же, как и фотографии, афиш. Покажите следующую фотографию. Вот это еще одно уникальное совершенно произведение. Мы знаем, что Васлов Нежинский, я вам много раз рассказывала об этом, в конце концов женился, вызвал гнев Дягилева и был изгнан из компании. К этому времени его душевная болезнь стала проявляться все сильнее и сильнее. Он замкнулся, он писал какие-то странные вещи в своих дневниках, он рисовал странные картины. И вот это одно из его произведений 1919 года, которое называется «Маска Бога» или «Глаз Бога», я бы сказала. Божий глаз. Вот такое страшное, странное произведение. А Нежинскому тоже отдано довольно много места на этой выставке. Это фактически вся история русского балета. И огромная афиша, в которой, если внимательно ее прочитать, я думаю, что вы будете на этой выставке и посмотрите, сколько там, какой богатый репертуар. Это 1924 год. Чего они только не танцевали. У нас не так много времени осталось. И я хочу, чтобы мы посмотрели. Можно показать видео следующее? Или оно не получается? Это, опять же, восстановление послеполуденного отдыха «Фавна», которое было сделано еще в 90-е годы с участием Николая Цискоридзе. Просто, чтобы вы получили атмосферу, почувствовали вот этого балета. Покажите нам, пожалуйста. Вот Цискоридзе в роли Фавны. Точно восстановлены все, все оформление. И хореография Нижинского. Настолько, насколько это было можно восстановить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аидой Рубинштейн. Но этого произведения на свете не было бы, если бы Ида Рубинштейн не хотела танцевать балеро. Субтитры создавал DimaTorzok Венская танцевала и Эрик Брюн танцевал и так далее и тому подобное. Поэтому мы закончим эту программу музыкой балеро Равелли в исполнении оркестра в Венской филармонии под управлением Густаво Дудамеля. А я с вами прощаюсь, друзья. До следующей среды. Спасибо за внимание. До новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА